Британия зря ввязалась в Иракскую войну, зря вбила в землю и отправила в Средневековье целую страну, зря помогла свергнуть Саддама, зря отправила своих граждан на смерть. Это вывод комиссии лорда Чилкота. 12 томов, 7 лет работы. И оказалось, что тогдашнего премьера Тони Блэра предупреждали. Военные, не суетесь, мы не готовы. Дипломаты, не время. Еще мирные пути не все пройдены. Эксперты по безопасности, мы выпустим джина из бутылки, остров окажется под ударом Аль-Каиды. Все, перевесил один звонок президента Буша. «Вы же смелый человек, вы же мой друг и союзник». Что удивительно, сейчас Блэр уверяет, без Саддама мир стал лучше. Но в этом его лучшем мире взрывают каждый день. Война в Ираке идет уже больше 10 лет. Его практически поделили на части ИГИЛ и Аль-Каида. Только за эту неделю число погибших, только в терактах, только в Багдаде, почти 300 человек. Но Блэр настаивает, хотели-то как лучше. Мой коллега Евгений Баранов читал отчет лорда Чилкота и искал ответ на вопрос. Почему? Вместо того, чтобы извлечь из ошибок урок. Действующий премьер Кэмерон заявляет, да, получилось как всегда. Но это не повод считать вторжение недопустимым методом решения проблем. Дети играют в футбол на кладбище, где хоронят детей. Когда-то давно, 10 лет назад, казалось, что такое возможно только в Ираке. Теперь такими кладбищами покрыта большая часть Ближнего Востока. Ежедневные теракты, сотрясавшие в те годы Багдад, сегодня будничность для городов Западной Европы. Те, кто тогда разгуливал в оранжевых робах за колючей проволокой американских и английских тюрем в Ираке, сегодня режут головы европейцам, одетым в те же робы того же цвета. Понадобилось 13 лет постоянно нарастающего хаоса и кошмара для того, чтобы на Западе начали признавать. Да, теперь-то они точно понимают, что тогда натворили. Я извиняюсь за то, что наши разведданные были неверными. Я также извиняюсь за некоторые ошибки в планировании операции. И в особенности за то, что мы тогда не понимали, чем обернется свержение режима Саддама Хусейна. Чуть меньше года назад Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, сыграл на опережение. В интервью CNN он фактически сформулировал те выводы, которые на этой неделе опубликовал лорд Чилкотт. Вышло так, что 7 лет работы, возглавляемой лордом парламентской комиссии, миллионы из бюджета были потрачены только на то, чтобы обвинить Блэра в том, за что он уже извинился. 2,5 миллиона слов доклада лорда Чилкотта в конечном итоге сводятся к тому, о чем госсекретарь США Колин Пауэлл также поведал миру еще в 2010-м. О плошности разведки, неадекватная оценка рисков и плохое военное плагио. Чилкотт, он красной нитью через весь доклад прописывает такую странную мысль, что вроде Тони Блэра обо всем знал и готовил эту агрессию вместе с Джорджем Бушем-младшим, но с другой стороны он бедный опирался на неверные данные спецслужб, а уж за это он нести ответственность не может. Не может, а должен быть. При всей осторожности выводов Чилкотта в его докладе все же подчеркивается, что предупреждения разведки о возможной недостоверности информации осознанно игнорировались правительством. Так же, как и заявления специалистов о сознательном введении английского общества в заблуждение относительно опасности, исходящей из Ирака. Достаточно вспомнить о судьбе Дэвида Келли, британского военного эксперта, работавшего в Ираке. Келли, не видя другого способа предотвратить вторжение, дал интервью BBC, в котором фактически обвинил власти в подтасовке данных. После чего был найден мертвым в лесу неподалеку от собственного дома. Таким образом, как оправдание самого Блэра, так и выводы комиссии сейчас явно не устраивают общественность. В свое время миллионы британцев протестовали против войны в Ираке и остались неуслышанными. Сейчас, на фоне общей взбудораженности Брекзитом, британских политиков призывают, наконец, к ответу за преступления, которые они склонны считать всего лишь ошибкой. Но, в принципе, последствия будут. Это кризис правящих кругов, это рост недоверия широких масс избирателей по отношению и к лейбористам, и консерваторам, которые последние годы попеременно находились у власти. И это рост, опять же, тех самых евроскептических настроений и настроений против евроатлантической солидарности, поскольку, как показывают выводы комиссии, эта евроатлантическая солидарность фактически сводится к слепому следованию в фарватере Вашингтона. Тони Блэр гарантировал Джорджу Бушу-младшему поддержку в Ираке при любых обстоятельствах еще за 8 месяцев до начала операции. Этот, подтвержденный документами вывод комиссии, казалось бы, должен был свести на нет все оправдания не только Блэра, но и его партнеров за океаном. Это значит, что агрессия готовилась задолго до пробирок Колина Пауэлла, и никакие ложные данные спецслужб уже не могли повлиять на принятое решение, стоившее жизни сотням британцев, тысячам американцев и сотням тысяч иракцев. Сейчас нам нужно четкое понимание уровня ответственности, кто в чем замешан. Нам нужно беспристрастное расследование в Британии и во всех вовлеченных странах. В Международном уголовном суде началось предварительное расследование, и британцы должны в полной мере в нем участвовать. Все, кто так или иначе связан с событиями с 2003 по 2008, должны попасть под следствие. Военные преступления. Именно этих слов нет в докладе лорда Чилка. А должны бы были быть. И если жертвы, развязанные на Ближнем Востоке войны, давно перевалившие за миллион, по-прежнему могут уповать лишь на Высший Небесный суд, то слова британских подданных, требующих справедливости, на этой неделе стали заголовками центральных лондонских газет. Как, например, эти, сказанные Сарой О'Коннор, сестрой солдата, погибшего в Ираке. Я 11,5 лет пыталась излечиться от этого гнева. Но сейчас я снова вернулась в то время, когда мне сообщили о смерти брата. Мир должен знать о существовании еще одного террориста, и его имя Тони Блэр. Это самый страшный террорист в мире. Тем временем, Международный уголовный суд в Гааге уже заявил, что начал предварительный анализ информации о том, что граждане Великобритании совершали военные преступления на территории Ирака. Суд намерен рассмотреть сведения, содержащиеся в докладе английского лорда. Однако, если кто-то и попадет в результате на скамью подсудимых, то уж, конечно, не Тони Блэр. По закону Тони Блэру бояться нечего. Не потому, что он ничего не нарушал, а потому, что нет закона против агрессии 2003 года. Международный уголовный суд был создан, но до сих пор у него не было власти привлечь кого-либо к суду за агрессию. Теперь есть. В следующем году агрессия как преступление будет ему подсудна. Но Блэра и Буша привлечь будет нельзя, потому что это было бы преследование задним числом, что запрещено законом. Именно поэтому, чисто технически, Блэр никогда не предстанет перед Международным уголовным судом. И, насколько я понимаю, ни перед каким другим судом тоже. Парламентское расследование действий Блэра, которое предложили провести некоторые британские депутаты, в худшем случае может закончиться для него пожизненным запретом занимать ответственные государственные посты. Урон репутации – это тоже не беда. Ведь не помешала же ему война, развязанная им в Ираке, сразу после отставки с поста премьер-министра стать посланником мира на Ближнем Востоке, а бомбардировки Югославии – советником премьер-министра, разбомбленной им Сербии. Именно здесь, в нарушении всех норм международного права, без согласия ООН, группа людей, возомнив себя вершителями судеб мира, впервые безнаказанно отведала кровь. Ирак был следующим. Этих людей не надо искать, они все на виду. Тони Блэр, даже сейчас позволяющий себе утверждение, что после казни Саддама Хусейна мир стал только лучше. Билл Клинтон, участвующий в избирательной кампании своей жены Хиллари, признанный виновной в катастрофе в Ливии, что не мешает ей рассчитывать на пост следующего президента США. Джордж Буш-младший, чья очевидная недалекость никак не сказывается на миллионных гонорарах, получаемых им за лекции о международной политике. Белый дом, ознакомившись на днях с содержанием доклада лорда Чилкотта, поспешил заявить о том, что США и Великобритания, несомненно, учатся на уроках прошлого. Однако, судя по тому, что сейчас происходит на западных границах России, все эти уроки не пойдут в проб до тех пор, пока хотя бы один из вышеназванных не окажется перед реальным судом. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресный.